Девушки отдыхают Ну и конечно наш традиционный смс-конкурс Ну что, поехали! Вот бы сейчас дать дачу тем, кто обижает маленьких и слабых Но это очень сложно Точно! Детская юношка из спортивной школы номер один обучает боксу Давайте пойдем туда и все узнаем Понятие бокса пришло к нам еще с 1500-х, 900-х годов до нашей эры Так в Древнем Греции и в Древнем Риме проходили так называемые кулачные бои Но, конечно, они сильно отличались от современного бокса В те времена бои были более жестокими, а правил практически не было Сейчас в боксе установлены четкие правила Бой проходит на ринге в течение трех раундов по одной или три минуты Победу дают тому, кто нанес большее количество точных ударов в лицо, в живот И получил больше очков Бокс разносторонне развивает детей Все физические качества, абсолютно все развиваются в этом виде спорта Возьмите ловкость, координацию, умение держать тело, пространство, силу, быстроту действовать Скоростность быстрого выхода Даже невозможно перетислить все виды, все качества, которые развивает бокс В основном дети, типа высшей нервной деятельности подходят, это холерики и сангвиники Именно отходы тоже бывают Нужно быть трудолюбивым Потому что некоторые дети спят, а некоторые приходят в 8 утра Живут в зале, уже потеют, работают И пожелаем всем детям, чтобы они не лежали, не спали А именно ходили и в другие виды спорта, пускай они занимаются Бокс Якутии образовался в 1956 году У нас есть немало знаменитых боксеров Александр Михайлов, Анатолий Филиппов, Николай Жирков, Виктор Ефремов, Афанасий Паскачин, Георгий Балакшин, Василий Егоров и многие другие А совсем недавно в нашем городе тумфально прошел чемпионат России по боксу За этим масштабным событием стыдила вся Якутия А самым радостным моментом для всех якутиян стала победа Василия Егорова весовой категории 49 кг Возможно через некоторое время на таких крупных чемпионатах мы услышим имя Данила Барахова Уже сейчас он является чемпионом на Дальнем Востоке и нацелен дальше развиваться и побеждать Что тебя двинуло прийти сюда? Меня папа записал на эту секцию, а дальше уже само как-то Как ты думаешь, что важно в боксе? Тренировки, быть готовым просто в голове у себя просто и все О чем ты думаешь, когда ты выходишь на ринг? Выиграть, ну это просто в мыслях ничего не остается и просто думаешь выиграть и все О противнике думаешь, что ты будешь делать на ринге и все А есть у тебя какая-нибудь стратегия победить соперника? С разными соперниками разные стратегии, типа если он высокий, то там надо поближе подкрадываться А с низким наоборот на дальней дистанции В январе у нас будут проводиться соревнования республиканские, вот к этому готовимся Факт первый Рекордсмен по числу боевых нокдаунтов является Арчи Мур Его в спортивной карьере их насчитывается 145 Факт второй Ламар Кларк выиграл 44 боя подряд нокаутом, что является абсолютным рекордом на сегодняшний день Факт третий 25 Именно столько раз Джо Луис получал статус чемпиона Этот рекорд еще никто не побил Бокс, несомненно, мужской вид спорта Им занимаются крепкие, стойкие и сильные ребята Он укрепляет волю, воспитывает смелость, находчивость Умение в короткие мгновения оценить самую сложную ситуацию И найти наиболее рациональный выход из трудного положения Это настоящая школа жизни, где учат не драться, а держать удар Скорость, силу, ловкость, именно это развивает бокс А на сегодня у меня все, всем пока! Всем привет! Знаете вы или нет, но сегодня в Горном Алузе проходит республиканский фестиваль Первые шаги, в котором дети демонстрируют нам свои навыки и умения А сейчас пойдем, посмотрим Давай! Осторожно, скользко! Я думаю, что такой фестиваль проводить каждый год это очень хорошо Так как дети развиваются сами и подают идеи другим людям Фестиваль очень объемный, потому что тут принимают участие фольклорные коллективы Танцевальные коллективы, вокальные коллективы И коллективы, и солисты Также театры мод и также театральные студии Такие фестивали проводятся с целью выявления талантливой молодежи, талантливых детей Ну и пропаганды народного творчества, искусства, культуры, народов, которые населяют нашу культуру Вот и конец Но я не говорю прощай, а говорю до свидания Увидимся на следующем этапе Так что готовьтесь Итак, ребята, пришло время объявить победителя нашего прошлого СНС-конкурса Им стал Афония Иванов и Сусалданского Луса Ну а вы, ребята, смотрите наши передачи дальше и не пропустите розыгрыш Всем привет! Меня зовут Кристина Ребята, наверняка вы слышали про кей-поп Это очень популярный жанр музыки, зародившийся Южной Кореи И сегодня с нашей кавер-группой Sweet Dreams мы научим вас танцу Blackpink-ду-ду-ду Ну что, летс дэнс! Начнем учить танец Начальное положение рук вот так Один пистолет рукой, второй пистолет рукой И стреляем Раз, два, три, четыре Это было очень легко, правда, ребята? Потом руки держим вот так Мы вот так уже сделали, выучили танец Потом берем к себе и как бы спускаем вниз Будто одеваем одежду вот так Потом вот так Раз, два Раз, два Качок головой Вперед, назад, вперед, назад Берем к себе, берем к себе И снова стреляем руками Только на этот раз берем руки и сразу вперед Раз, два, три Полностью поворот делаем И боком стоим И раз, два Потом руку вот так Туф! Стреляем руками вперед И ту-ту-ту И так, давайте повторим все медленнее Руки к себе Начальное положение И стреляем Одной рукой Потом второй рукой Качая бедрами Вправо-влево Вправо-влево И одеваем одежду как бы Руки 90 градусов И раз, два Поднятие плеча два раза Раз, два Но-но-но-но Как бы движение Но-но-но Оно так и называется Раз, два Качок головой тоже два раза Берем руку Вверх Вниз Вверх Вниз Вверх И к себе Раз, два И руки сразу Три Четыре Поворачиваемся полностью шажками Не Хоп Это будет некрасиво смотреться Надо сделать движения крутыми Потому что Blackpink очень крутые Движения не вот такие А сразу Раз, два, три, четыре Очень плавно и круто Стоим полубоком Руки также 90 градусов И Качок плечом раз Качок плечом два Руки Ровно Как диагональ Смотрим Квадрат А этот будет наша диагональ И шаг вперед Потом этой Пуф Ту-ту-ту И это все Было очень легко Правда? Давайте попробуем Станцевать привет Под музыку Правда было не так уж и сложно Пишите нам в директ в инстаграме Движения каких кип-поп песен Хотели бы вы еще выучить На этом у нас все Аньон Вот и настал долгожданный момент розыгрыша Готовы отправить правильный ответ? Отлично Погнали Внимание, вопрос Как называется оружие, которое используют в игре Лазертак? Свои варианты отправляйте по указанному ниже номеру Победители получат сертификат на бесплатное посещение технической игры Лазертак в планете Китс Ребята, не упустите такой шанс Удачи! Ну а мы продолжаем Всем привет, ребята! Сегодня я пришла в детский садик Остров Сокровищ Чтобы подробнее познакомиться с профессией воспитателя Пойдем со мной! А вот, собственно говоря, моя группа умники и умницы Пожелайте мне удачи! Воспитатель Воспитатель – это специалист по воспитанию и образованию детей дошкольного возраста Ему каждый день необходимо выполнять роль родителя И узлить за группой очень шустрых и любопытных малышей Представляете, какая должна быть энергия у воспитателя? Здравствуйте, Лена Иннокентиевна! Здравствуйте, Надюша! Можете, пожалуйста, поподробнее рассказать о профессии воспитателя? Конечно, Надюша, мы вас сегодня ждали И я знаю, что вы сегодня будете в роли воспитателя Пройдемте, я вам расскажу Хорошо Современный воспитатель Кем ты будешь сегодня, да? Это творческий работник, мастер своего дела Сегодня мы с вами, с детьми, позанимаемся с оригами Будем зимующих птиц с помощью оригами делать И ты в этом нам поможешь И у нас будет еще подвижная игра в синички и снегири Поможешь нам? Конечно, помогу Воспитателю нужно быть не только энергичным, но и творческим человеком Чтобы в течение дня чем-то занять ребятишек Для этого на каждый день у воспитателя есть определенный план Который составляется на целый месяц вперед Например, сегодня по плану ребят оригами С помощью этого вида творчества дети осваивают мелкую моторику Ребята, представляете? Каждому ребенку нужно подготовить свое рабочее место Туда входит сегодня бумажка, карандаши и магнитики Потом в конце мы увидим, что из этого получится Вот так каждый день Лионелла и Иннокентина придумывают всевозможные интересные занятия Кроме них, конечно, у ребят есть физическая культура, рисование, пение, танцы и так далее Похоже на снегиря? Или не совсем еще? Не совсем Не совсем, да? Можно быть для вас? Да Теперь мы берем снова черный карандашик Молодец! Молодец! А что мы забыли, ребята? Самые главные птички это что? Клювик! Клювик, правильно! И давайте мы нарисуем вот здесь вот в уголочке клювик, хорошо? Вот такие классные птички получились у наших ребят Не зря группа называется Умники и Умницы Лицо Все, работаем Нервничаем Все-таки это так сложно усмотреть за 33 детьми Кошмар! Получается, ребята? Вот магнитик тебе принесла Ну как мы играем сюда? Узнаешь Давай сиди с ребятами Так Молодец! Спасибо, Таня! Молодцы, ребята! Вы все исправились! Я вас очень хвалю! А Надежда? Мне тоже очень понравилось! Ну а вам, ребята, понравилось? Да! Давайте пойдем поиграем! Все, все играют! Сейчас у ребят начинается в свободное время где они могут разделиться по командам и поиграть в свои любимые игры Девочки, а во что вы играете? В гаде мы животные играем Вот игры играете, да? А вообще заключается суть? Какие правила? Там надо... У Дианы когда попался слон Слоник попался, ага И она сыграла вот тут Флешек-тарей А потом надо в практике играть 6 лет и вот двоих Угу Мальчишки, а во что вы играете? В гараж В кубики? Да А что обычно строите из кубиков? В гараж В гараж? Да Да, и туда машинку заезжаете, да? Да Я буду сестренкой-батимишкой Хорошо, я буду тогда... Так, это был... Как это называется? Волосатик Гном? Да Нет, ничего, да Я не знаю На мой взгляд, это очень сложно Постоянно следить за стольким количеством детей Каждому находить подход Уметь организовывать и успокоить целую группу малышей Несомненно, эта профессия – призвание А у меня осталось последнее на сегодня задание А сейчас моя помощница Надя Вам прочитает рассказ о птице Что происходит с птицами в ноябре месяце Все внимательно слушаем Пожалуйста, Надя, в роли воспитателя Итак, ребята, внимательно слушаем, хорошо? Не будем шуметь, чтобы каждому было слышно Враг и страшный враг появился в лесу в следующем месяце Старый воробей назвал этот месяц ноябрем И сказал, что это третий и последний месяц осени Спросите старого воробья, как называется этот месяц Наябре, да? Наябре, да? Молодцы, ребята! Вам понравился этот рассказ? Да! А мне понравились вы! Спасибо большое, Леонова Иннокентиевна, что познакомили меня с такой прекрасной профессией Спасибо тебе, Надя, что ты сегодня нам помогла А на этом у меня все, всем пока, до новых встреч! Пока! На этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу Смотрите нас каждое воскресенье в 11.30 Ну и конечно, не упускайте шанс выиграть крутейшие призы на наших еженедельных розыгрышах Подписки, лайки на нашу инстаграм страничку приветствуются Ходим к вам в территориях хорошего настроения Оставайтесь всегда на позитиве Пока!